Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях ученики Одинцовской лингвистической гимназии вместе с классным руководителем, заместителем директора по воспитательной работе Татьяной Борисовной Рассуловой. Здравствуйте, Татьяна Борисовна! Совсем недавно вы и ваши дети защитили общеклассный проект. Чему он был посвящен? Расскажите о теме этого проекта. Ну и как, конечно же, все прошло. Тема нашего проекта «Откуда есть пошло слово русское». Когда я впервые вошла в пятый класс, для меня необычно было после столь долгого перерыва общаться с пятиклассниками. И первое, что я отметила, что у современные дети очень многих значение многих слов просто-напросто не понимают и не знают. Сразу же вот захотелось побольше узнать и побольше детям рассказать о русском слове. И на родительском собрании, я говорю, а вы знаете, а можно ведь к истокам слова обратиться. А обратиться, что значит обратиться к истокам слова? Это значит съездить на родину Александра Сергеевича Пушкина. Они все за Татьяну Борисовну, конечно, поедем в Михайловское, конечно же, поедем в Бугрово, а там русская деревня, а там игры русские народные. Конечно, конечно, в древний город Псков. Ну, куда? Конечно же, в древний город Псков и к Пушкину. И вот так вот решили, говорят, ну, и раз мы туда поедем, надо же, наверное, проект делать, да? Ну, уже сразу. Да, уже сразу-то тогда и задумываем, конечно, и все согласились, ребята тоже согласились, им бы лишь бы куда-нибудь вот поехать, все вместе. И вот так вот зародилась идея, конечно, вот этого проекта. Ну, а дальше сама программа русского языка пятого класса, потому что начинаем мы всегда с алфавита, с происхождения букв, и что они обозначают. Ну, и дальше вот так вот все зародилось и пошло. Конечно, моя задача была показать от графики, от происхождения русского алфавита, от графического изображения буквы, особенно сейчас, ну, вот это вот письмо, когда они, кстати, в начальной школе у своей учительницы начальных классов писали перьями. Поэтому у многих очень аккуратный почерк. Вот они аккуратно пишут тетрадочков. Вот от этого, именно от графического изображения, к значению слова. Вот это такая вот самая главная, важная, такая фундаментальная, наверное, задача была поставлена в этом проекте. Ну, а потом, как учитель, слово это настолько важно, это настолько сакрально, можно сказать, что об этом можно говорить каждый год и на каждом уроке. И находить что-то новое, открывать для себя. Это очень значимо, очень значимо. Поэтому для нас этот проект стал, ну, можно сказать, таким системообразующим элементом всей нашей жизни. Классной и учебной. Надежда, что ты открыла нового для себя? И что удивило тебя в работе над этим проектом? Работая над проектом, я впервые увидела русскую печь, а также её составляемые. Этим словам мы очень удивились и узнали их значение. Итак, какие слова новые ты узнала? Ну, и, конечно же, расскажи о их значении. Я узнала слова, от составляемые русской печи, такие как печурки. Это небольшое углубление в печи, в которое часто крестьяне клали варежки, а также шапки и шарфы, чтобы высушить их после долгой работы на улице. Я узнала, что приспособление для подачи чугунка в печку был ухват, а также его называли рогач. Ну, в целом понравилось, вот вообще работать именно с такой темой, работать со словом. Это очень интересная тема, так как многие даже не понимали, что значит эти слова, и вообще даже не задумывались об этом. Костя, ну, расскажи твое отношение к этому проекту, и вообще откуда есть пошло слово русское? Ну, вообще мне проект понравился, и слова, и его тематика. Слово русское пошло от глаголицы к юрийцы. Ну, еще Ломоносов говорил крепость немецкого, живость французского, нежность итальянского. То есть, вот если все это вместе собрать, то это все можно выразить русским словом. Ну, а Костя у нас еще очень подробно изучал вот азбуку, созданную Кириллом и Мефодием, да, Костя? Вот расскажи, что ты узнал о буквах? Посмотрите, мне понравилось, чем буква Ф. Она очень загадочная, потому что во многих стихотворениях русских поэтов очень мало ее. То есть, мы можем открыть, во-первых, стихотворение Пушкина, и сразу можем представить, что на первых даже 16 страницах много есть разных букв, а Ф вообще нет. И, наверное, многие думают, почему? Ну, а все просто, потому что Ф нам пришло из иностранных языков. Это не наша буква. Да, не наша буква. И поэтому мы редко используем ее. Ну, поэты и так далее. Анечка, о чем рассказывала ты в вашем проекте? И что именно ты исследовала? Я исследовала слова, которые произносятся сейчас. Ну, допустим, слово «шарит» разбирается в чем-то, понимает, о чем речь. Сейчас произносится именно такое слово. Ну, в древности такого точно не было. Мы разыгрывали сценку, как будто бы царь задал новые выучить слова, и мы должны были сделать так, чтобы, ну, вот, как можно больше новых слов создать. Ну, то есть ты больше изучала современный жаргон, да? Молодежный сценарь. Молодежный сценарь, да? То, на чем вы разговариваете между собой. Какие еще туда вошли слова? Допустим, «мимимишный», «милый, прелестный» или же «жесть, ужас». У нас сейчас очень много слов, которые раньше точно не произносились, и даже многие взрослые не понимают, о чем мы говорим. После этого проекта вы стали лучше говорить и меньше использовать жаргонные слова? Нет. К сожалению, даже проект... К сожалению, нет, даже проект не помог. Ну, хотя бы задумались над тем, что, может быть, стоит как-то более внимательно относиться к своей речи. Задумались? Ну, слов, наверное, точно приобрели побольше, да? Словарный запас точно развелся, да? Да. Вы выходили на сцену, это был целый спектакль, целое представление. Долго ли репетировали и были ли с чем-то сложности? Да, мы долго репетировали, зато у нас получился очень хороший проект, всем понравилось. Когда даже спросили, какие оценки нам поставить, весь зал заключал пятерки, даже кто-то говорил, что десятки, ну, надо поставить. Всем очень понравилось, так как у нас было и что-то такое немного, ну, то, что было, вот, Арину мы рассказывали, и то, что вот такое красивое, то, что вот, ну, молодежь сейчас использует. Красивое, батл, у них был в проекте батл, но это как раз, даже нельзя сказать, понимаете, нельзя назвать этот проект спектаклем, потому что это был такой вот лингвистический, можно сказать, перформанс, да, представление такое, может быть, ассоциация со словом, и как его воспринимают, ну, сейчас вот, дети, и вот, как они говорят, да, используя молодежный сленг, а куда от этого денешься? Я вот всегда спорю там с учителями, иногда вот мы в споре там или в разговоре говорим, а вот если бы Пушкин сейчас жил в наше время, он писал бы рэп или нет? Вот мне кажется, что ему бы это понравилось, что он однозначно поддержал бы современные какие-то вот тенденции, главное, чтобы в этом был какой-то смысл, да, вот, ну, и поэтому то, что там батл они ввели, я, конечно, тоже не сторонница вот этого молодежного направления, но им это очень нравится, и таким образом, наверное, через вот этот элемент показали, что русский язык живой, он преобразуется, в нем появляются какие-то новые элементы, что-то отмирает, и он самоочищается. Какие бы они элементы ни вводили, модные, немодные, русский язык все равно выберет самое важное, самое нужное, самое красивое, как говорил, да, Ломоносов, все равно останется уникальным, вот, и все равно останется самое лучшее в языке. Вы все ученики пятого А-класса, то есть вы перешли из начальной школы в среднее звено, для вас с этого учебного года жизнь, ну, в общем-то, кардинально изменилась. Удалось ли благодаря этой работе, этому проекту вам сплотиться, сдружиться, и вот, наверное, все тревоги, которые были в начале года развеять? Да. Анечка? Анечка, я боюсь, что наш класс сейчас бы вообще, ну, как бы не дружил, и все были бы только как враги друг к другу. Надь, а ты считаешь, вообще нужна ли проектная деятельность и для чего? Да, проектная деятельность нужна, в первую очередь, для сплочения команды, чтобы все могли работать как один человек, чтобы стали все дружнее, и была какая-то взаимовыручка, взаимопомощь. Константин, твое мнение по этому вопросу? Ну, знаете, по мне так, проект очень хороший, нам было очень всем весело репетировать. Вот танцы, мы еще пели, было весело. Татьяна Борисовна, ну, вот, на Ваш взгляд, насколько проект изменил детей, насколько изменил атмосферу, и действительно, вот, насколько важна нам всем сегодня проектная деятельность? Потому что по этому вопросу очень много толков, да, все родители по-разному относятся, потому что это дополнительная репетиция, это дополнительное время, это нужно дополнительно уделить внимание изучению чего-либо. То есть, а никто ведь не отменял домашних заданий и основных уроков, никто не отменял дополнительных занятий. То есть, вот, как это все равно весить, и действительно, насколько важна проектная деятельность сегодня? Ну, вот, если говорить о групповом проекте, да, то я считаю, что групповые проекты для пятого, шестого, начальной школы, они очень важны, потому что это возможность, очень редкая возможность научить детей работать в команде. Ну, и потом тоже, допустим, когда выбирают проект несколько человек, да, осуществлять работу над проектом, это тоже возможность работать в команде. Кто-то отличает, разделение обязанностей, да, так, потом тоже, когда чувствовать плечо друг к другу. Ну, то есть, это работа в команде, это очень важно, это коллективизм, это умение слушать, слышать и получать. Ну, а если это представление на сцене, то это еще и сценическое мастерство, это умение держаться на сцене, преодолеть какое-то стеснение, потому что очень важно, мы живем в обществе, нужно общаться друг с другом, хотя современный мир, да, это мира соцсетей, там, интернета и так далее, когда ты, в общем-то, не знаешь, не видишь того, кто... По ту сторону экрана. Да, по ту сторону экрана, ну, хотя сейчас появились же, да, и прямой эфир, и сторис, но ты все равно не видишь их, ты только видишь, вот они там, появляются там кто-то, но глаз их не видишь. А проект дает возможность увидеть и зрителей, увидеть рядом с собой, да, своих одноклассников, почувствовать, помогаешь ли, вот Аня сказала, да, что нужно помочь друг другу и поддержать, да, в какую-то вот трудную минуту, вот этому это очень ценно для проекта, очень ценно. Ну, а потом, сколько радости после того, когда все завершилось, да, когда все получилось, вот, и ощущаешь, что, ну, как бы вот результат, да, вот он результат. Очень трудно получить сиюминутный какой-то результат, да, а вот здесь результат, причем большой, вот, такой вот радостный, и родители рады там, и вот, и учитель. Но вы, как руководитель, довольны тем, что получилось в итоге? Да, я довольна тем, что получилось в итоге, потому что, ну, как бы цели, которые были поставлены, они, в общем-то, реализованы, задачи тоже все, вот, реализованы. Ну, и я смотрела, насколько это было интересно и важно детям, им было интересно. Вот это им было интересно, я думаю, что это заинтересовало их и привлекло их внимание еще раз к русскому языку, я думаю, что это не самый нелюбимый предмет, да, у нас в школе. Мы, в общем-то, любим русский язык, а без этого куда, никак. Анечка, расскажи, где еще удалось побывать вот в рамках работы над проектом? Мы побывали в музее каллиграфии, это было очень интересно, мы посмотрели картины, мы увидели картины, которые написаны словами. Там была картина «Кошка», была фигурка кошки, и написана «Кошка мышки», не дала покоя. Это все было очень интересно, мы смогли попробовать самим написать красивые, правильные буквы настоящими первыми ручками, с чернилами, как это все было давно, которого сейчас уже нет, мы сейчас так не пишем. Сложно было? Было достаточно сложно, потому что мы сейчас так не пишем, и мы пишем сейчас обычными шариками, ручками, которые можно купить везде, а настоящие перевыручки найти уже очень сложно. К сожалению, они выходят сейчас из моды, но все равно им всегда, мне кажется, лучше всего писать, ведь почерк от них становится красивым, правильным, и мне кажется, что это даже очень нужно для правильного и красивого почерка. В общем, нужно вводить с первого класса не гелевые ручки, стиралки, а перьевые ручки. Там специальный нажим, да, вот, как вот вести правильно, да, специальная вот техника написания вязью. Вот мы учились писать вязью. Надюш, ну твои впечатления? В связи с проектом мы оформили каждой свою букву, из которых далее сложили тему нашего проекта «Откуда есть пошло слово русское». Это было не только, как будто мы обязаны это сделать ради проекта, чтобы получить хорошие оценки. Ну, это просто было интересно, вот даже оформлять буквы, что ты сам вот создаешь какой-то свой дизайн, просто для проекта по русскому языку. Ну, было безумно интересно, и мы делали не для того, чтобы это нам нужно, мы делали потому, что это нам нравилось. Ну, ты какую букву делала, расскажи. Я делала букву «О». Как ты ее делала и чем? Я сделала переливы цветов от синего к белому и далее контуры ракушками сделала. Какая молодец. Константин, тебе еще что удалось открыть? Ну, про то, что был Петр I, который сделал очень главные реформы, которые очень повлияли на русский язык и так, как он сейчас пишется. А в чем заключается? Эти реформы проводились с 1707 года по 1711 год. Они заключались в том, что надо, ну, поменяли очень сильно шрифт, добавили букву «Э» и убрали они три буквы. Если даже один зритель, который вышел из зала после просмотра вашего проекта, задумался над тем, откуда есть пошло слово «русское», и посмотрел, взял в руки книгу, и ему стало интересно об этой теме узнать больше, я думаю, что все те цели и задачи, которые вы ставили перед собой в начале этого проекта, они достигнуты. Да. Спасибо вам огромное, что вы так интересно рассказали о вашем проекте. Поздравляю вас с блестящей защитой. Ну, и надеюсь, что все-таки ваш русский язык будет, ну, всегда на отлично. Да, Татьяна Горисовна? Да, конечно, да. Всегда на отлично, конечно. Для этого нужно читать, как можно больше читать. Да, Костя? Да. И не забывать истоки. Откуда есть пошло слово «русское»? Откуда же оно пошло? С глаголицей, кириллицей. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время. Сегодня пришли в нашу студию. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! «Моя планета». «Моя планета».